Подрэчник крок по кроку. Пожим А1. Лекция 4. Четвёртый урок. Яки естыш? Какой ты? Новое слово. Новые слова. Тылько? Только. Трохе? Немного. Мышлеч? Думать. Чешечь? Радоваться. Мечрацье? Быть правым. Например, мы можем сказать Мам рацье. Я права или я прав? Маш рацье. Ты прав. Жарт. Шутка. Слово. Слово. Чекавы. Интересны. К этому слову есть синоним интересуемцы или чекавы. Хыба. Наверное. Чешечь А. Кто то ест? То ест новый студент. Часть А. Кто это? Это новый студент. В первом упражнении нам нужно из предложенных предложений составить диалог. Давайте прочтём и переведём. Здесь как раз повторение, как мы здороваемся, как мы спрашиваем, как дела, отвечаем. Чешечь маме. Привет, маме. Чешечь Хавьер. Привет, Хавьер. Чо свыхач? Как дела? Вшыстко в пожонтку. А учебе? Все в порядке. А у тебя? У мне теж добре. У меня тоже хорошо. Дзянькуе. Спасибо. Чешечь кто то ест? Ты знаешь, кто это? Или да знаешь ли ты, кто это? Ты знаешь, кто это? Не, не вем. Але мышле, же то ест новый студент. Нет, я не знаю. Но думаю, что это новый студент. Ммм, чекавэ. Чешец в нашей группе? Ммм, интересно. В нашей ли он группе? И перед нами следующий слайд и два вопроса. Какой ты знаешь язык? И говоришь ли ты на каком-то языке? Яки знаш язык? Какой ты знаешь язык? На этот вопрос мы отвечаем. Знам язык русский. Знам баурусский. Знам польский язык. Знам язык французский. Я знаю французский. Знам хешпанский. То есть почему здесь слово «ензык» в скобках? Мы можем произносить это слово, а можем обойтись без него. Просто сказать «знам польский». Я знаю польский язык. Знам хешпанский. Знаю испанский. Знам ангельский. Знаю английский. Знам włosкий. Знаю итальянский. Немецкий. Немецкий. Шведский. Шведский. Мы можем сказать «знам баурусский язык». Знам украинский. Знам росийский. Знам польский. И так далее. Второй вопрос. Чы мувиш по, на przykład, по-польску. Чы мувиш по-польску? Ты говориш по-польски? И в ответе мы начинаем со слова «мувя». Я говорю. Мувя по-польску. Или не мувя по-польску. Мувя по-хешпанску, по-французску, по-ангельску, по-влосску, по-немецку, по-шведску. То есть это устойчивая конструкция. Когда мы говорим мувич по, то в конце названия языка, на котором мы говорим, ставим окончание «у». Мувя по-бяурусску, мувя по-украинску, мувя по-российску и так далее. Чвечание номер два. Упражнение номер два. Нужно вставить слова из рамочки в диалог. Прочтем и переведем. Прочтем. 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 Пр Ах, я не помню, как мы говорим по-польски «привет». Ха-ха-ха, то жарт вем. Ха-ха-ха, это шутка, я знаю. Но добре, маме, маш рация. Ну хорошо, маме, ты права. Хола – то слово по-испанску значит «честь». Хола – это слово по-испански означает «привет». Ага, честь. Ястам Пьер. Пьер Лавер. Пропрошу, не мове по-испанску, только по-французску и трохе по-польску, только трохе. Привет, я Пьер, Пьер Лавер. Извини, я не говорю по-испански, только по-французски и немного по-польске, только немного. Честь, я мам на имя Хавьер и ястам з Аргентыны. А то яст маме, маме Токада. Она яст з Японии и мове по-японску. Привет, а моё имя Хавьер, я из Аргентины. А это маме, маме Токада. Она из Японии и говорит по-японски. Мио-ми. Приятно познакомиться. Мне тэш. Мне также. И здесь видим тэш или синоним рувнеш. Тэш, рувнеш. Мне тоже, мне также. А ты естэш с Францзи? А ты из Францзи? Так, естам с Францзи и мешкам в Парижу. А вы где мешкачин? Да, я из Франции, живу в Париже. А вы где живёте? Я мешкам в Буэнос-Айрес, але тэрэс в Кракове. Я живу в Буэнос-Айрес, но сэчас в Кракове. А я в Токёо. Але тэрэс тэш в Кракове. Чы естэш в группе А1? Я живу в Токио, но сэчас так же в Кракове. Ты в группе А1? Имеется в виду уровень изучения польского языка. Так, то ест моя новая группа. Да, это моя новая группа. Тэш веет мне. Это отлично. Тэш тэш наша группа. Это так же наша группа. Чешище. Я рад. И немного подробнее ещё о двух новых выражениях. Яки знаш, янзык знам, янзык такой-то, такой-то. Чы мувиш по? Называем какой-то язык. И отвечаем муве по. И в конце добавляем окончание у. Давайте проспрягаем глаголы мувич и знач. Мувич говорить. Я муве, ты мувиш. Он, она, оно муви. Мы мувимы. Вы мувича. Они, они мувем. Как сказать я говорю по-белорусски? Я мувя, просто говорю мувя по-белорусску. Мувя по-украинску. Мувя по-российску. И так далее. Любой язык. Вопросы. Чы мувиш по-польску? Ты говоришь по-польски? Если мы вежливо хотим обращиться к мужчине или женщине, то есть мы на вы в русском языке, а в польском это на пан, пани, то мы спросим, Чы пан муви по-польску? Чы пани муви по-польску? Можем ответить. Так, мувя по-польску. Да, я говорю по-польски. Не, не мувя по-польску. Нет, я не говорю по-польски. Мувя по-руссийску, по-ангельску и троха по-польску. Или можем так ответить. Я говорю по-русски, по-английски и немного по-польски. Следующий глагол «знать». Я знам, ты знаш, он, она зна, мы знамы, вы, знача, они, они знают. Знаем, цо, янзык, яки. Руссийский, белорусский, украинский, хишпанский и так далее. И вопросы. Яки знашь янзык? Какой ты знаешь язык? Яки пани знаензык? Яки пан знаензык? Какой пани или пан знают язык? И можем ответить. Знам язык баурусский, украинский, ангельский, польский, хишпанский. И троха разумим по-польску. И немного понимаю по-польски. Следующее упражнение. Настэмпное чвечэння, номер три. Здесь у нас есть на картиночках какие-то страны или кто-то из каких-то стран. И нужно поставить, на каком языке они говорят. Например, мами из Японии. Мами ест з Японии и муви по-японску. Мами из Японии говорит по-японски. Ува ест з Немец и муви по-немецку. Ува из Германии говорит по-немецки. Хавьер ест з Аргентины. Хавьер из Аргентины, там говорит по-испански. И муви по-хишпанску. Анжела ест з Англии. Он на муви по-ангельску. Анжела из Англии, она говорит по-английски. Викторио ест з ВОХ. Викторио у нас из Италии. И муви по-воску. И говорит по-итальянски. Пьер ест з Франции и муви по-французску. Пьер из Франции говорит по-французски. Наташа и Лена с ОМ с Россией. СОМ, потому что ОНЕ, они. ОНЕ муви по-руссийску. ОНЕ с ОМ с Америки и муви по-ангельску. Они из Америки и говорят по-английски. ПАЙСТВО МАЙ СОМ з ПОЛЬСКИЕ. ОНЕ муви по-польску. СЕМЬЯ МАЙ из ПОЛЬШИ, они говорят по-польски. Джуллио ест з ХИШПАНИИ и муви по-хИШПАНСКУ. Естам з ПОЛЬСКИ и муви по-польску. Я из ПОЛЬШИЯ говорю по-польске. Юрген ест з АУСТРИИ и муви по-немецку. НАПШИКОТ, я естам з БЕОРУССКИЕ и муви по-беоруску, по-руссийску и по-польску. НАПИШИТЕ, ПОЖАСТА, В КОМЕНТАРИХ, НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ВЫ ГОВОРИТЕ, КАКОЙ ЯЗЫК ВЫ ЗНАЕТЕ, КАКОЙ ЯЗЫК ВЫ ПОНИМАЕТЕ. И ЕЩЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ – ПРОЧИТАТЬ ВСЛУХ ДИАЛОГ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЛУХ, ЧТОБЫ ПОТРЕНИРОВАТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ВЕЩЕЙ И АУДИРОВАНИЯ, И ЧТЕНИЯ, И ГОВОРЕНИЯ, И ЗАПОМИНАНИЯ НОВЫХ СЛОВ. И ГОВОРЕНИЯ, И ГОВОРЕНИЯ,